добрый день меня зовут маргарита добро пожаловать на мой канал и сегодня у нас новое видео сегодня я отвечу на самые часто задаваемые вопросы про пенсию практически в каждом письме про пенсию мне задают эти вопросы или по крайней мере один из них поэтому сегодня я вам отвечу на самые часто задаваемые вопросы и разберем все подробно наверное самые часто задаваемые которые задают в первую очередь или немножко смущаюсь в самом конце в зависимости от людей это правда ли то что отработал один год в испании и приплюсовав стаж украинский или других стран с которыми подписаны соглашения о взаимозачете стажа на пенсию можно получить пенсию в испании закон есть он существует очень давно из конечно это правда и не только правда очень многие получили эту пенсию это работает но нужно обязательно использовать определенное правило определенные реквизиты то есть подойти под эти реквизиты я уже снимала очень много видео рассказывала что это за реквизиты сколько нужно отработать где как Какой должен быть общий стаж, я сейчас на этом останавливаться не буду. Я оставлю ссылки, где вы можете посмотреть более подробно. Но это существует, такое есть, многие уже получили пенсии. Я постоянно подаю пенсии такого вида на испанскую пенсию с учетом украинского стажа или других страз, с которыми подписаны соглашения. Поэтому, конечно, такое есть и меня, конечно, огорчают сообщения. Меня не то, что огорчает, а именно сами люди огорчают, которые пишут, такого не существует. Меня именно огорчает то, что люди просто не знают об этом и многие не знают. Даже из моего окружения многие не знали, да, то есть какие-то знакомые знакомых, которые увидели мои видео, говорят, что такое существует, мы даже не знаем. Да, такое существует. Поэтому оставлю ссылки, смотрите мои видео, что нужно конкретно, какие документы нужны и вообще, кто подходит под эти реквизиты. Еще один вопрос, который тоже часто задают, это можно ли заранее подтвердить стаж украинский, да, чтобы не затягивать процесс, потому что сам процесс подачи документов на пенсию с учетом, например, украинского стажа, да. То есть мы подаем документы, но потом нужно ждать ответ из Украины очень долго. И вот этот вот процесс пока от момента подачи до получения самой пенсии на данный момент длится как минимум год. То есть если раньше, до войны это было намного быстрее, в некоторых случаях даже четыре месяца, ну плюс-минус где-то полгода было, то сейчас это где-то год. В других странах тоже достаточно долго, то есть это не обязательно, не то, что именно в Украине долго. В других странах тоже 10-12 месяцев нужно ждать. Поэтому вопрос, а можно ли заранее подтвердить этот стаж, чтобы это было быстрее? Нет, нельзя. Потому что заранее никто не подтверждает стаж, этим никто не занимается сооруживаться. Сам процесс подачи идет такой, что мы здесь подаем пенсию, делаем запрос, в анкете заполняем все очень тщательно, где вы работали, с какого месяца, с какого дня, по какой день, в какой организации, название организации, город организации. Но все вот это заполняется, так же заполняем моменты, когда вы не работали, почему не работали. И вот то, что вы заполнили, они отправляют это вместе с родовой книжкой в Украину, например, если мы берем Украину. И пенсионный фонд смотрит и подтверждает, правда это или неправда. И если есть какие-то расхождения, то есть написали в анкете одно, а на самом деле другое, то процесс затягивается, потому что это начинает подтверждать, смотреть, правда ли, почему написали так, и так далее. То есть как можно четче надо написать и правильнее в анкете, тогда будет быстрее. Вот, поэтому процесс такой, что Испания дает запрос в Украину, и Украина отвечает, заранее ничего сделать нельзя. То есть, единственное, что можно подать заявку на пенсию на три месяца раньше, то есть на три месяца раньше и указать срок, с какого дня и с какого месяца вы хотите получать пенсию. Но за три месяца вы как бы уже можете делать запрос, и получается вот эти вот три месяца немножко сэкономить. Еще, что касаемо трудовых книжек, тоже вопросы есть, потому что у многих трудовые книжки стали в Украине, у многих трудовые книжки не с собой, там или копии, или вообще их нет. То есть, если их нет и вообще неизвестно где они, можно ли вообще подавать на пенсию с учетом украинского стажа? Можно. В принципе, этот документ не обязательный, трудовая книжка не обязательна. Но, если вы не прикрепляете трудовую книжку, или не показываете, если вы идете лично в Сауре Асоциаль, процесс будет намного дольше, потому что вот эту трудовую книжку они же отправляют в Украину, они там это все сверяют, а если нет трудовой книжки, то тогда они должны делать запрос по каждому предприятию, где вы были, где вы работали, какие-то предприятия может уже не существуют, и так далее. То есть, процесс будет намного дольше. Но, в принципе, трудовая книжка не обязательна, и если так получилось, что у вас ее нет, в этом случае, конечно, в принципе, можно подавать уже на пенсию без трудовой книжки, но тогда придется ждать дольше. Еще вопрос по поводу трудовой книжки, а если у меня ее нет? Вот у меня, например, где-то там она осталась, и ее чтобы переслать, там как бы очень сложно, нужно за это соответственно платить деньги, потому что нужно переслать ее какой-то почты, чтобы точно дошла, нужен ли оригинал или копия. Все зависит. То есть, если вы подаете лично в СССР, вы должны принести оригинал трудовой книжки, если вы хотите ее прикрепить, не копию, ничего, а оригинал вот такой, какой он есть. И если вы хотите подавать онлайн, я, например, подаю только онлайн, все, то в этом случае вы должны сканировать трудовую книжку. То есть, в принципе, если трудовая книжка находится где-то там, если кто-то может вам взять ее, сканировать, или сфотографировать, чтобы все было видно, я потом это все перевожу в формат, который нужен, вот, то в принципе можно сделать и так. То есть, сама трудовая книжка не нужна, если вы подаете онлайн. Лично обязательно нужна. Следующий вопрос, тоже очень важный, а нужно ли переводить документы, ставить апостильные, что ну или вот про оригинал или копию, что вообще нужно с документами делать и какой вообще процесс. Когда мы подаем пенсию, то, опять же, если вы идете лично подавать, вы должны принести все документы оригинала. Не нужно их переводить, не нужно их заверять, не нужно переводить присяжный переводчик, только оригиналы, не копии. Если вы подаете онлайн, как в моем случае, то нужно сканировать оригиналы документов. Тоже не нужно ни переводить, ничего делать, то есть, только сканированный оригинал документов. И опять же, фотография, но чтобы хорошо было видно, чтобы я могла это все перевести в правильный формат, и чтобы это было, чтобы это выглядело, как сканированный оригинал. И еще пару вопросов, касающиеся работы на пенсию. Очень важных, очень часто задают эти вопросы, и сегодня я их буду разбирать. Можно ли отработать этот год или два, кому надо, у своих родственников, например, у дочки, у сына, то есть, например, у сына открыт авто на мой, или у сына есть вы какой-то компания, можно ли я у него отработать. Смотрите, в Сауриат Социаль, я, конечно, понимаю, что хочется схитрить, и вот работу не найти, а хочется получить пенсию, но в Сауриат Социаль тоже сидят мне глупые люди, они все это видят, и они все это понимают. Если вы бы работали у этих родственников, да, у дочки, там, или у сына, или у невестки, неважно, много лет, да, то есть, если вы не один год перед пенсией, вот пенсионный возраст один год, или хотя бы вы отработали этот год, например, там, не знаю, 5 лет назад, там, 7 лет назад, 10 лет назад, да, то это было бы не так, как бы еще заметно. Но если вы отрабатываете этот год ровно перед подачей на пенсию, там, за год, за два, они это прекрасно видят и прекрасно понимают, что это только для того, чтобы подать на пенсию. Соответственно, они будут это рассматривать, как мошенничество и обман. И в этом случае вы не только не получите пенсию, вам еще могут назначить штраф за это. Вот, поэтому я не советую это делать, а лучше найти работу какую-то реальную, я понимаю, что очень сложно, или, по крайней мере, попросить какого-то незнакомого совершенно человека, который вообще не является вашим родственником, взять вас на работу. И по поводу того, что, если я оформлю автонома этот год, будет ли он действительно, могу ли я после года отработанного автонома получить пенсию, то есть будет ли он считаться этот год. Этот год будет считаться, но, очень важно, не фиктивно, потому что, если вы откроете автонома и будете там по нулям все ставить постоянно, да, то есть получается, что вы фиктивно открыли это автонома, у вас должно быть движение, поступление, вы должны платить все налоги, соответственно, если вы что-то не заплатите, вы не сможете подать на пенсию, вернее, вы подать сможете, но вам откажут, потому что сначала нужно заплатить все налоги. Поэтому, по поводу автонома, здесь нужно внимательно понимать, сможете ли вы именно работать автономом, а не просто я открыл для того, чтобы на пенсию и ничего, на счетах ничего нету, никаких движений, вы не платите НДС, вы РПФ тоже там не платите или там фиктивно какую-то сумму поставили, а у вас на счетах вообще таких сумм нет. То есть должно быть движение, должна быть какая-то деятельность, вы должны что-то делать там, ну делать, по крайней мере должно это быть видно, что вы что-то делаете. Тогда да, тогда без проблем, если вы реально работаете автонома, вы реально получаете какой-то доход, вы реально платите налоги, вы платите НДС, вы платите подоходный налог, взносы все как положено. То соответственно, да, конечно, это все реально, это все можно, но если вы перед пенсией один год открываете автономом, а он пустое, там ничего нет, никаких движений, ничего не покупаете, ничего не продаете, никаких действий не производите, никаких действий не предпринимаете, а вот я заплатил там минимально какие-то налог и все. это тоже видно, они это все видят, и работники используют социальные, я же с ними много общаюсь, общаюсь с клиентами сама, они говорят, мы это все видим, это все видно, и просто обмануть вот таким образом у вас не получится, опять же это будет рассматриваться как обман и фиктивной автонома, это все нелегально и незаконно. И еще один момент, который я всегда всем говорю, потому что многие об этом забывают, что если вы хотите здесь жить в Испании, тогда да, стоит этим заниматься. Если вы хотите уехать из Испании или там пожить год-два, то вы должны рассчитать внимательно, четко, сколько вы потратите, да, на налоги все, на расходы ваши вот в течение этого года или двух, а потом вы проживете год-два, получите там, не знаю, в течение двух лет или года эту пенсию и потом уедете. Потому что, когда вы уезжаете, отработав один или два года в Испании, у вас ваша пенсия, она маленькая, там, один-два-три евро-пять евро, то есть чисто то, что вы реально заработали, все остальное вам доплачивает, да, этот минимум за проживание, вам доплачивает за то, что вы здесь живете и соответственно вы не можете на пять евро жить. Поэтому вся остальная сумма вам поднимается в зависимости от ваших доходов. Меня очень часто спрашивают, ну сколько же я буду получать пенсии, если я отработаю в год. Все зависит от ваших доходов, что вы отдельно от этой пенсии, которую будете получать, что еще зарабатываете. Ваш доход это может быть пенсия в других странах, вы сдаете в аренду что-то там, квартиры, помещения, вы получаете какие-то дивиденды, еще какие-то доходы, то есть все зависит от ваших доходов. Если у вас ничего нет, кроме этой пенсии или там ваша пенсия в вашей стране составляет там, скажем 100 евро, 150 евро, ну где-то до 180 евро плюс-минус, то вы будете получать на данный момент 480 евро. 14 выплат, то есть пенсию выплачивается 14 раз, не 12. Но опять же говорю, это нужно взять, брать в комплекс. Если у вас муж и жена есть, если у него есть доходы, нет у вас доходов. Ну то есть все нужно брать в комплекс и рассматривать. Поэтому конкретную сумму я вам, как бы в общем, да, для общего. Но у каждого есть случай индивидуальный, поэтому нужно рассматривать индивидуально, смотреть все документы. Но в принципе, если вы живете сами, у вас нет других доходов, ваш доход составляет там, от вашей пенсии еще раз там до 180 евро, то вы в принципе будете получать где-то 480 евро в месяц, 14 выплат. Вот. Если какие-то уже другие у вас нюансы, соответственно, нужно смотреть отдельно. Поэтому вы четко продумайте, нужно ли вам начинать все это оформление, искать кого-то, кто вас взял на работу, бы платить налоги. Потому что многие не хотят, соответственно, в таком возрасте предпенсионным брать людей на работу. Соответственно, говорят, ну ладно, мы вас возьмем, но налоги будете платить сами, поэтому вы должны четко рассчитать, что вы потратите и что вы получите, и что дальше вы хотите оставаться здесь в Испании или уезжать. Если у вас есть конкретные вопросы, если вы хотите подать на пенсию, то пишите мне на почту, которую я всегда оставляю под каждым видео, пишите тему вашей консультации, что вы хотите, или консультацию какую-то, или просто вопрос какой-то хотите задать, или вы хотите подать документы на пенсию, то пишите, мы с вами все разберем и все выясним. На этом все, подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на мой Инстаграм, всем хорошего дня и до скорых встреч.